МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смерть на дороге. Врагачевый мужчина стал жертвой собственной беспечности. Путь в никуда. От насвая до героина. Следственным комитетом Республики Беларусь по Гомельской области возбуждено уголовное дело в отношении учащегося одной из школ областного центра. 16-летний подросток подозревается в убийстве мужчины 1993 года рождения. Звонок поступил в оперативно-дежурную часть ночью 2 июля. Медсестра скорой медицинской помощи сообщила, что в общежитии по улице Владимирова в Гомеле находится молодой мужчина с ножевыми ранениями груди. К месту происшествия были направлены милицейские наряды. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Он находился на территории детского сада, который расположен недалеко от общежития, где произошло убийство. Сейчас дело передано в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области первоначально установлено, что в ночь субботы на воскресенье подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в общежитие, зашел в незапертую комнату и нанес незнакомому мужчине три удара ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Следственному управлению МСК по Гомельской области уже предъявлено обвинение несовершеннолетнему в совершении убийства. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием проводится комплекс следственных действий. Во время допроса несовершеннолетний утверждал, что в тот вечер употребил спиртные напитки и поэтому впоследствии не смог отдавать отчет своим действиям. Между тем, состояние алкогольного опьянения законодательством нашей страны трактуется как отягчающее, а не освобождающее от ответственности обстоятельства. Также в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый воспитывался в неполной семье, мать лишена родительских прав, а отец привлекался к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию сына. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства и мотив совершения преступления. Ситуация на дорогах области по-прежнему остается достаточно напряженной. Практически ежедневно происходит ДТП, в которых люди гибнут и получают травмы различной степени тяжести. Коротко остановимся на наиболее серьезных дорожно-транспортных происшествиях последних дней. В результате несоблюдения элементарных правил дорожного движения 6 июля ДТП со смертельным исходом произошло в Рогачеве. В 9 утра 74-летний водитель, управляя мотоблоком и двигаясь по улице Друдская при выезде на пересечении с улицы Кирова, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоблока получил телесное повреждение и в Рогачевской центральной районной больнице от полученных травм скончался. Несколькими часами ранее пьяный бесправник на грузовом манипуляторе совершил ДТП в Мозыре. Около полуночи на улице Рыжкова в районе Кургана Славы произошло встречное столкновение автомобилей. От удара микроавтобус выкинуло в кювет. Его водителя с переломом голени забрала карета скорой помощи. Водитель, лишенный ранее права управления за езду в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем Рено в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Мерседес Бенц под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель 36-летнего автомобиля Мерседес Бенц получил телесное повреждение, с которым был доставлен учреждение здравоохранения Мозырская центральная районная больница. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. В минувшую субботу, также около полуночи, два подростка пострадали в результате аварии в областном центре. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе остановки Гиппа. Молодые люди переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу с травмами различной степени тяжести, где девушка 16-летняя после осмотра отпущена домой, а парень госпитализировал в реанимационное отделение данной больницы. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Гомеле на улице Мазурово. Водитель 63-го года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», при повороте налево на зеленом сигнале светофора, совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», который двигался навстречу. В больницу были доставлены и водитель мотоцикла, и его пассажирка. Они оба были в мотошлемах, но столкновение было такой ударной силой, что от трагедии это не спасло. Через неделю девушка от полученных травм скончалась в отделении реанимации Гомельской областной клинической больницы. Всего за шесть месяцев текущего года на территории Гомельской области зафиксировано 189 дорожно-транспортных происшествий, 19 из которых с участием мототранспорта. Четыре человека погибло, десять получили травмы различной степени тяжести. С учетом данных обстоятельств, а также сезонных тенденций аварийности, на территории Гомельской области в период с 12 по 23 июля будет проводиться комплексное профилактическое мероприятие под условным наименованием «мотоциклист». В рамках данного мероприятия сотрудниками госоинспекции особое внимание уделят выявлению и пресечению фактов управления мототранспортом, а также скутерами и иными двухколесными транспортными средствами, лицами, которые не имеют водительского удостоверения, находятся в состоянии алкогольного опьянения, а также транспортными средствами двухколесными, которые не соответствуют техническим требованиям нормативных правовых актов. Прошедшую пятницу в Гомеле задержали жителя пригорода с 16 граммами тяжелого наркотика героина. Сверток с порошком белого цвета был обнаружен при личном досмотре молодого человека. Мужчина уже давно находился в поле зрения правоохранителей. Задержание произошло поздним вечером на улице Добружской в районе областной психиатрической больницы. Сотрудниками Управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми совместно с коллегами из Новобелевского РУВД города Гомеля в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 34-летний, нигде не работающий житель деревни Березки Гомельского района. При личном досмотре у него было обнаружено более 16 грамм вещества белого цвета, предположительно героин. Изъятое вещество в этот же вечер было направлено в Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области на исследование. К нам поступило на исследование вещество светлого цвета. Сотрудники нашего отдела провели неотложную экспертизу, согласно выводам которой в представленном веществе обнаружено особо опасное наркотическое средство – героин. Героин не используется в медицине, является очень сильнодействующим наркотиком. Экспертизма героина проводится довольно редко, так как это очень трудоемкий в изготовлении наркотик и очень редко изымается из нелегального оборота. Героин относится к разряду тяжелых, особо опасных наркотиков с высокой скоростью развития зависимости и с большими проблемами при лечении. Действие его на центральную нервную систему сопровождается седативным эффектом, снижением уровня сознания, сонливостью и эйфорией. Специфическим внешним признаком употребления героина является резкое сужение зрачков, снижение или отсутствие реакции на свет, а передозировка препарата является одной из самых частых причин летального исхода при употреблении героина. 16 граммов данного вещества можно считать крупной партией. Известно, что задержанный уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В производстве Гомельского городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Гомеля по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно в незаконных без цели сбыта, приобретении и хранении наркотического средства. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование. Другие подробности в интересах следствия пока не разглашаются. Продолжение темы. Сотрудники милиции провели ряд мероприятий в рамках программы МАК и по пресечению продажи некурительного табачного изделия на свай. Из нелегального оборота выведено более пяти килограммов зелья. В выселенной деревне Смолегов Наравлянского района сотрудниками отделения по охране территории радиационного загрязнения обнаружено и уничтожено полгектара дикорастущей конопли общим весом 100 килограммов. А в областном центре начало июля оказалось богатым на изъятие некурительного табачного изделия на свай. Так, на улице Карповича был задержан 19-летний неработающий гомельчанин, у которого обнаружено и изъято более двух килограммов зеленой отравы. Буквально через 15 минут на улице Катунина задержали еще одного насвайного дельца. 21-летний житель областного центра имел при себе 1765 грамм некурительного табачного изделия. А 1 июля на том же месте в поле зрения оперативников попал 17-летний юноша с сумкой, в которой находилось пагубное зелье. В отношении продавцов нелегального товара составлены протоколы по части 2 статьи 16.10 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь. Важно знать, что согласно заключению Минздрава Беларуси, по своему действию на свай можно отнести к психотропным веществам. Его употребление молодыми людьми отражается на их психическом развитии, снижается восприятие и ухудшается память. Они становятся неуравновешенными. Кроме того, это может спровоцировать переход на употребление более сильных наркотических средств или психотропных веществ. Люди пожилого возраста все чаще становятся жертвами мошенников. В Гомельской области в первом полугодии 2017-го зафиксировано 84 случая мошенничества в отношении пожилых. За аналогичный период прошлого года было почти вдвое меньше. Такая динамика не радует. И это при том, что больше стало не самих мошенников, а пострадавших. Фантазии преступников приходится только удивляться. Так предприимчивый гомельчанин предлагал одиноким старикам установить системы для очистки водопроводной воды, заключая при этом договор. Разумеется, деньги вперед. Получив плату, преступник исчезал. В милицию уже обратились около 30 пострадавших. Как минимум 13 человек обманула гомельчанка, которая под видом меда продавала сахарный сироп. А еще преступники могут предложить и установку окон ПВХ или дверей по очень привлекательным ценам. Одиноким старикам очень часто не хватает собеседника. И этим тоже пользуются мошенники. Создав атмосферу доверия, они одалживают деньги и, конечно же, сразу исчезают. Милиционеры подчеркивают, что своими жертвами преступники выбирают именно одиноких стариков. Этой части населения уделяют особое внимание и правоохранители, и социальные службы. Однако главное – неравнодушие со стороны родных. Ни в коем случае при попытках предложить услуги по довольно-таки заниженным ценам не надо реагировать и идти на поводу наших мошенников, отдавать сразу деньги без проверки их личности, без уведомления родственников, без уведомления участкового инспектора милиции. Всегда надо иметь при себе копии документов, которые оставляет данное лицо. И в первую очередь сообщать всем своим родным и близким, что вас кто-то посетил. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». И берегите тех, кто вам дорог. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова